Друзья, здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о роли Польши в мировых тенденциях 1922-1923 годов. Ну, как мы понимаем, в событиях, происходящих в Европе сегодня, роль Польши отнюдь немаловажна. Отнюдь немаловажна, поэтому мы и решили посвятить сегодняшнюю встречу именно Польше. Методику анализа я очень подробно изложил в наших предыдущих видео, и тех, кто ей интересуется, я отсылаю к ним. А сегодня я просто представлю результаты. Для тех, с кем мы встречаемся сегодня впервые, я коротко изложу все, о чем я сегодня буду говорить. Это относится только к ограниченному периоду времени, длиной около одного года. Этот период начинается в районе марта 2022 года и заканчивается в районе марта 2023 года. Это касательно периода времени. Следующая вещь. Сама методика построена на, в общем-то, на астрологических подходах. И в астрологии уже многие-многие столетия в разных культурах принято подразделять все области человеческой деятельности, ну, а в данном случае внутри конкретной страны, на 12 различных участков. И эта система построена таким образом, что она полная. Независимо, если появляется новый вид промышленности и так далее, или новый вид военных действий, они обязательно должны внутри этих 12 секторов найти свое место. Это система построения. Еще раз говорю, она прошла проверку многими культурами и многими-многими столетиями. На следующей страничке есть описание каждой из этих 12 секторов человеческой деятельности. Я не буду их зачитывать в слух все 12, но когда будет представлена схема, а я ее представлю уже прямо сейчас, это результат анализа. И сразу объясню, что цифра обозначает ту или другую область человеческой деятельности внутри Польши. Те цифры, которые оказались внутри красного кружка, это ведущие задачи страны на данный период времени. Это ведущая мотивация страны, ведущие потребности страны. Ну, еще раз говорю, это ведущие задачи страны. Любой страны, в данном случае Польша, это уже далеко не первая страна, которую мы с вами рассматриваем. Следующее. Все, что в черных кружочках, это все остальные виды деятельности. А синие стрелки, они показывают, ну, условно говоря, на ведущий этаж управления. В соответствии с моей теорией управления по домам, в каждой системе есть, ну, скажем, верховный центр отдачи приказов, мотивационный и так далее. В данном случае это как раз первый этаж управления, и это седьмой, и такая неразрывная связь трех сфер человеческой деятельности. Пятой, шестой и девятой для Польши. Это, кстати, особенность карты Польши. Вот в моей памяти, по-моему, не было еще ни одной такой вот при рассмотрении других стран, в частности, и Соединенные Штаты, и Китай, Россия, Украина, что мы еще, Турцию рассматривали. Среди всех этих стран, пожалуй, такой вот тройного центра я еще не видел, такая неразрывная связь. И здесь это не сумма пятая, шестая и девятая сферы, а это такая цельная и неразрывная их связь. Так вот, синяя стрелочка показывает вот пальцем как бы на начальника. То есть у четвертого дома начальник седьмой, у второго дома начальник пятый, ну и так далее. И в данном случае есть еще такое, понимаете, этажи управления. В польской карте мы видим, что максимальный этаж управления – это третий. Ну вот посмотрите, пятый, шестой, девятый – это как бы центр отдачи их как бы установок. Второй дом, например, это второй этаж управления, одиннадцатый, третий. И три этажа управления говорят о том, что фактически все сферы достаточно адекватно поддерживают ведущие задачи этой страны. Вот, скажем, у Турции, которую мы совсем недавно с вами рассматривали, там этого сказать нельзя. Почему я невольно сравниваю Польшу с Турцией? Потому что по части проблематики она оказалась у них очень схожей. Проблематика отмечена на данной схеме восклицательным знаком. Это те сферы, которые вызывают, ну, скажем так, обратят на себя внимание страны в обязательном порядке, руководство страны. Потому что там будут все время возникать какие-то непонятности, проблемы, которые надо будет решать иногда с приложением существенных усилий. А плюсики – это те сферы, которые не будут вызывать проблематики, и, скорее всего, они будут развиваться вполне адекватно и решать задачи этих сфер. Вот это общий, как бы, такой обзор этой схемы. Ну, а теперь конкретно. Итак, главные задачи страны – это седьмой, а также неразрывная связь, пятого, шестого и девятого. Что такое седьмая сфера? Я буду просто читать. Итак, это страны-партнеры Польши и взаимоотношения с ними. Одновременно это и страны-открытые противники. Это доминирующие эстетические идеалы страны, а также гражданская юридическая система. Так вот, это одна из главных ведущих задач страны на этот период времени. Вторая, ну, я еще ругаю, она весьма и весьма комплексная. Давайте начнем с пятого дома. Итак, пятый – это институт пропаганды и, в частности, массовые зрелища, как спортивные, так и политические, развлекательные. Это творческий потенциал жителей страны и это молодое поколение страны, а значит косвенно и ближайшее будущее страны. Вот что входит, то есть пятый дом исторически – это умение страны заявить о себе как яркой, и стремление это сделать, как яркой, важной, значимой и так далее. То есть, вообще-то говоря, институт пропаганды, так уж если говорить. И плюс это ближайшее будущее страны, потому что, условно говоря, детские ресурсы, они тоже входят в эту сферу. Шестой дом или шестая сфера – это, давайте опять буду читать, чтобы все формализовать, это в кавычках здоровье страны, ее экономика и, в частности, система здравоохранения. Только в частности, как, в общем-то, часть какая-то экономики. Это трудовые ресурсы страны и система профессионального обучения. Это вторая, то, что неразрывно связано с пятым домом. И третья сфера – это девятая. Сейчас я перечислю элементы этой сферы. Это международные отношения страны и их институты. Это международная логистика для, ну, вообще-то говоря, международная логистика. И для больших стран это дальняя внутренняя логистика для этой страны. Польша – страна немаленькая, поэтому отчасти сюда входит не только ее логистика с другими окружающими странами, удаленными странами, но в частности и логистика внутри страны, ну, скажем, на большие расстояния. На всякий случай просто добавлю, что короткая логистика – это сфера деятельности третьего дома или третьей сферы. Итак, что мы можем сказать об этой связи? Итак, пропаганда, экономика и пропаганда, экономика и международные отношения. Вот это связано, такой неразрывный клубок, и является одной из ведущих задач страны. Ну, теперь обратимся к плюсикам. Обратимся к плюсикам. Итак, с пропагандой у Польши все будет нормально. Никаких особенных, скажем, проблем для правительства страны эта область не должна создавать, и я думаю, что Польша будет достаточно успешна в заявлении того, что она как бы важный игрок на мировой арене. Ну, может быть, европейская, потому что мы все-таки сейчас в основном Европой заняты. Но, еще раз говорю, пятая сфера вполне положительная. И второй плюсик – это четвертая сфера. Это четвертая сфера. Опять же, умышленно буду просто читать. Это культурные и религиозные корни страны, на которых она основана. Ее природные богатства и уже построенная инфраструктура. Здесь у Польши никаких существенных проблем я совершенно не ожидаю. Здесь как бы все у Польши должно быть нормально. А вот две проблематичные области, и они крайне важны, еще раз говорю, они в точности совпали с проблематикой Турции, как ни странно. Ну, для меня это, по крайней мере, немножко было странно. Итак, первая область. Давайте с десятой начнем. Десятая – это, опять же, это верховное правительство страны, независимо от политического устройства. Я еще раз говорю. Здесь в тексте это не для Польши написано. Это общая система подразделения всей человеческой деятельности на вот 12 секторов. Идея такая, что любая человеческая деятельность, в том числе и социальная, и групповая, она обязательно в одном из этих секторов должна найти себе место. Независимо и 2000 лет назад, и через 100 лет от сегодняшнего дня. Они обязательно куда-то будут вписаны. Ну, по правилам астрологии, символики и так далее. Это такая полная система, если угодно. Так вот, еще раз, десятая – это верховное правительство страны, независимо от политического устройства. И вместе с восьмым домом – это система поддержания правопорядка, долговременное планирование жизни страны и ее удаленные цели. Здесь у Польши ожидает проблематика. Это проблемная область, и она будет приковывать к себе периодически внимание. Хотя, опять же, ведущей для страны она не является. Она как бы второй этаж управления, второй уровень важности, если угодно. Но, тем не менее, это проблематично. И еще одна весьма, ну, десятая – это и долговременные цели. Не совсем понятны. Они будут меняться, иногда, скажем, несколько переоцениваться, иногда недооцениваться и так далее. А вторая – это единичка. Ну, и не случайно у этой сферы цифра один. Здесь написано – это страна в целом, как совокупность ее культуры, экономики, религии и людских ресурсов. Способность страны отставить свои интересы, в том числе военным путем. И во всем вот этом крайне важном, то есть, именно кто является или что является Польшей – это область для страны в этот период времени проблематична. То есть, поиск своего лица, поиск ведущей – это не идея, это вот поиск роли Польши в мировом правопорядке. Это не сильная сторона, это проблематичная сторона для Польши в течение всего периода, который мы сегодня рассматриваем. Ну, что ж, друзья, на этом мы прощаемся. Желаю вам успехов и умения быстро реагировать на не менее быстрые изменения, которые происходят вокруг нас. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok